Здравствуйте все! Сегодня я предлагаю повышивать ленточками. И в качестве модели для вышивки я выбрала яблоневый цвет, вот такую дивную веточку. Цветки у нас получатся в разных ракурсах. И вот когда я готовилась, когда я вышивала эту веточку, я поняла, что не очень наглядно будет, если лента будет узкая. Поэтому сегодня я возьму неограниченное вот этим вот голубым фоном пространство. Я буду вышивать в 15-сантиметровых пяльцах на полном размере. И возьму я для вышивки ленту шириной 2,5 сантиметра. То есть цветки получатся у всех, будет очень наглядно. И сегодняшний урок я хочу сделать, чтобы и начинающим тоже было все ясно и все понятно, чтобы любой мог повторить этот урок. И начнем мы со стебля, с ветки. Естественно, коричневая лента мне понадобится, ее ширина 12 миллиметров. Стебель вышивается очень просто. Можно, конечно, сделать рисунок, планно себе нарисовать, но можно просто изобразить веточку. Я вывожу ленту и скручиваю ее в аккуратную трубочку. Иногда можно просто вот так за иголку повернуть ленту, и она ложится нужным образом. Но сейчас почему-то она у меня не хочет. В этом случае, если лента капризничает, витки укладываем руками, чтобы они были аккуратными, чтобы в результате получилась такая вот красивая трубочка, чтобы витки не раскрывались. Примерно на одну треть каждый следующий перекрывал предыдущий. И не перекручивать ту же, чтобы не скручивалась лента в спираль. Получится вот так. Пока я ничего не буду больше делать, не буду уводить ленту наизнанку. Сейчас мне нужно ее зафиксировать вот в таком положении, в изогнутом, в красивом. Это я сделаю при помощи булавок. Лента у меня зафиксирована. И теперь я ее ленточным стежком уведу наизнанку. Почему ленточным? Когда я ленточку проколю, это будет дополнительное закрепление. Вот так. Но булавки мне будут мешать. Если я оставлю просто так булавки выну и оставлю просто так эту трубочку, она у меня раскрутится. Мне нужно закрепить ленту в таком положении. Как это сделать? Проще всего. Ленту я пока обрезать не буду, оставлю. Проще всего это сделать ниткой в тон. Я буду использовать коричневую нитку в тон ленты. И как? Очень важно в этом случае не прокалывать ленту. Вот у меня мешковина, ткань очень редкая. Мне даже просвет не нужен, чтобы видеть, где проходит эта ленточка на лицевой стороне. Мне ее видно хорошо, редкая ткань с изнанки. Я вкалываю иголку так, чтобы у меня игла проходила внутри трубочки. Видите, она у меня не видна иголка, не блестит металл. И вот эти вот стежки все я сейчас буду прокладывать внутри трубочки. Вот у меня получилась веточка. Закреплена замечательно. Теперь мне очень хочется сделать почки. Это тоже сделать очень весело. Сейчас я проведу ленточку по изнанке, скрывая переход под веткой, чтобы не было видно. И сделаю прямой короткий стежок. Длина стежка примерно 5 миллиметров, ширина ленты 12 миллиметров. Она не успеет за это время раскрыться. И у меня получится такой аккуратненький, такая аккуратная почка. И когда я буду делать следующую, я проколю сам стебель, чтобы еще дополнительно закрепить в выбранном положении ленточку. Сейчас я расправлю ленту, чтобы у меня была более набухшая почка. Она ближе к земле, до нее быстрее доходят соки. Ну и вот здесь я сейчас сделаю дополнительную ветку, вторую. Вот то, о чем я говорила. Лента покороче, я кручу за иголку, а лента скручивается сама как нужно. Здесь у меня будет более короткий участок. Вот так направлю. Здесь я уже могу не использовать дополнительные булавки. Здесь и так веточка держится как нужно. Сначала я ленту обрежу, подпалю. И вот теперь вот эту дополнительную боковую веточку я тоже закреплю ниткой с иголкой. Точно таким же образом на просвет. Если ткань более плотная, то придется направлять ее на какой-то источник света, к лампе поднимать, например, чтобы было видно, где мы шьем. И обязательно я прихвачу хвостик ленты, чтобы она не раскручивалась. Просто пришью его. Все стежки, все переходы у меня спрятаны за ленточкой, которая видна на лицевой стороне. На просвет у меня будет аккуратное изделие. Вот такая веточка получилась. Следующее, что мне нужно сделать, листья. Листья у нас на дальнем плане. Их будут накрывать цветы, поэтому пришло время для них. Листья удобнее вышивать, начинать сверху. И еще такая характерная особенность. Яблоневые листья направлены в сторону большого ствола. Поэтому я буду их сейчас вышивать по направлению к себе. Лента у меня шириной 25 миллиметров, широкая. Листья я буду делать коротенькие, сопоставимо с размером пялец. И буду я эти листья выполнять разными стежками, самыми разными. Вот первый я сделала ленточный стежок. Опять же, за листиком я сделала переход опять к ветке, чтобы не было видно на просвет этого перехода. С другой стороны от веточки. Это у меня был боковой ленточный стежок. Сейчас я сделаю прямой ленточный стежок. Лист будет выглядеть немного иначе. Чуть-чуть. Расположу ленточку красиво. Опять же, перехожу к стеблю. Теперь я хочу сделать поменьше листик, покороче стежок и просто прямой стежок, как ниткой, сразу уведу в ткань ленту. Вот такой получится листик. Зелень достаточно густая. У яблоневой ветки листьев очень много, поэтому здесь нужно не экономить зеленую ленточку. Для того, чтобы надежно закрепить ленточку, я ее расправлю, чтобы она не была скрученная трубочкой, была по площади. И параллельно, направляя огонь параллельно ткани, подпалю. Создастся такой замочек, ленточка не вылетит. Вот есть у меня ветки, есть у меня листья. Теперь нужно вышивать цветы. Это очень весело и очень здорово. Пожалуй, я начну с бутона. Бутон яблони вышивать очень просто, как все у нас, как обычно. Я сделаю просто французский узелок в два навива. Вывела ленточку, разложила ее вот так. Снаружи, внутрь кольца ввела иголку и накрутила два раза ленточку на иглу. Вторая точка укола расположена очень близко от первой. Слегка подтянула, слегка только. Сильно подтягивать не нужно ленту на иголке, чтобы у меня объемный был узелок. Вот такой получится бутон. Поскольку это будущий цветок, я его не буду делать гладким. То есть накрывающий стежок делать не буду. Пусть будет вот так получится. Теперь мне хочется сделать цветок, который будет выглядеть полузакрытым и отвернувшимся от нас. Вывожу ленточку на лицевую сторону. И сейчас я буду вышивать обратные стежки, мои любимые. Как это сделать? Представляю, какой длины я хочу получить лепесток итоговый. Прокалываю его иглой и делаю стежок на весу. Ленту прокалываю. И теперь вот эту конструкцию мне нужно пришить. Нахожу, где у меня кончается лепесток и увожу ленточку на изнаночную сторону. Что нам дают обратные стежки? Видите, ленточка лежит мостиком и она не опустится никогда за счет своей упругости, своей собственной. Возвращаюсь опять к центру цветка, к первому уколу. И точно таким же образом делаю второй лепесток. Тоже обратный стежок. Аккуратно расправляю ленточку. У меня стежки должны быть одинаковой длины, поэтому я слежу за этим, чтобы отрезки были одинаковые. И увожу наизнанку. Дальние лепестки я вышила, теперь нужно ближние. Опять в центре цветка вывожу ленточку. И просто прямым стежком увожу ее через предыдущий стежок. И теперь мне нужно поработать с кромками. Теперь мне нужно подтянуть кромку, которая ближе к ткани, таким образом, чтобы ленточка практически встала на ребро, чтобы лепесток вот так развернулся. Также сделаю еще один боковой лепесток. У меня получатся такие лодочки. А последний лепесток делать очень просто. Я сделаю просто центральный ленточный стежок. То есть я проколю сейчас эту ленточку по центру и уведу через предыдущие лепестки на изнаночную сторону. Проколю их оба, чтобы у меня не расходилась лента. Когда я буду завершать этот лепесток, я постараюсь, чтобы у меня он получился такой округлый. Второй цветок я хочу вышить в другом ракурсе. И первый лепесток у меня будет вышить при помощи обычного прямого ленточного стежка. Вывожу ленточку из центра цветка, расправляю аккуратненько и прямой ленточный стежок. То есть я прокалываю... ой, центральный ленточный стежок. Я прокалываю ленту по середине, между кромками, по центру. Подтягиваю красиво. Возвращаюсь к центру. Еще один такой же центральный ленточный стежок. Тоже прокалываю ленточку по середине, между кромками. Обратите внимание, что ленточку нужно хорошо расправлять на каждом этапе. Вот я ее расправила так, чтобы у меня чашечка лежала углублением внутрь. И мне нужно вышить боковой ленточный стежок. То есть я буду прокалывать ленту рядом с кромкой. Таким образом. Следующий я сделаю зеркальный, в зеркальном отображении. Расправлю ленточку, чтобы у меня была ярко выраженная чашечка. Вот такая получится лодочка. И теперь мне нужно будет выполнить последний стежок. И сейчас я сделаю стежок, который я называю «Зайчье ушко». Он будет торчащий. Изнутри цветка, наружу прокалю ленту. Только ленту. Мы сейчас с вами это делали. Вот так. Очень аккуратно расправлю ленточку в том месте, где она вышла из ленты. Оставлю этот лепесток на весу и уведу иголку опять наизнанку. Буду следить за тем, чтобы ленточка оставалась расправленной. И прижму вот этот последний стежок к спинке предыдущего. У меня получится вот так. Благодарим сеть магазинов «Леди Шарм» за предоставленную ведущей одежду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова